привет друзья с вами варчик в этом видео я вам расскажу свои цели к чему я стремлюсь что мы увидим в дальнейшем на моем канале что будет в этот новый год и что нас ждет в следующем году поэтому сажитесь поудобнее наливайте чай очки или что вы там любите пить а может быть вы кушаете приятного аппетита поэтому на расслабон чеки отдыхаем и слушаем поехали и так конечно же понятно что на моем канале основная игра это ну во первых понятно что в принципе на моем канале основное это игры пока что ничего меняться не будет продолжим играть в игрушки на everest пока забираться не будем в лес грибы собирать мы не пойдем на велосипеде на моем тоже пока что не поедем но в игры продолжим играть и так основная игра world of tanks но поговорим про другие игры они на моем канале будут появляться но редко поэтому не просите какие-то новые игры можете просто напоминать мне что там что-то где-то появилось может быть я пропустил вы мне напомните я посмотрю может быть что-то годное но я не буду не ждать какие-то игры новые никаких предзаказов никаких ожиданий мне это не интересно новые игры все практически на 99 процентов идут лесом они мне не интересны абсолютно поскольку все что новое выходит но это просто чепуха это не игры это просто конвейер ради бабла какие-то популярные уже состоявшиеся серии игр просто как конвейер штампуют горячие пирожочки на которых штампик какой-то известной игры самое главное штампик ляпнуть новый а что там за этим штампиком какое содержание да пофиг поэтому ну вообще не интересно но абсолютно просто не интересно не хочу не буду вообще все игры идут лесом но я же говорю что новые игры все-таки либо другие игры помимо world of tanks на канале будут что же это за игры это какие-то прям офигенные игры только офигенные во всякую чепуху просто потому что это новая популярная игра я не буду даже застрять внимание мне это не хочется вот допустим я начал играть dark souls я никогда до этого не играл там три игры кажется dark souls 1 2 3 у игр у всей серии очень хорошие отзывы я начал играть в первую и я понял почему игра просто балдеж на мне очень сильно нравится поэтому я в нее и играю и тем кому интересно как я в нее играю могут посмотреть но будет это происходить не часто и таких игр будет появляться на канале немного а только хорошие понятное дело что хорошие плюс еще и на мой вкус а я люблю но игры посерьезней по хардкорней с интересным сюжетом чтобы было офигенное классное приключение содержанием всякую чепуху играть и не хочу также еще компания wargaming помимо своих там танчиков корабликов мертвых самолетиков и еще там консольных танчиков возможно там каких-то мобильных игр они еще разрабатывают внутри своей компании игры которые анонсируют некоторые там не анонсируют что-то они там забивают не забивают на некоторые свои проекты но в общем насколько я понимаю внутри себя они что-то делают и одно из таких это какой-то там шутер который еще не анонсировали особо нигде нету никаких видео что оно такое как выглядит есть только закрытая группа в которую фиг попадешь есть закрытый тест этой игры это что-то про стрельбу когда там будет все это открыто и можно будет на это все посмотреть мы конечно же на это обратим внимание и посмотрим если она не умрет где-то там внутри wargaming и если на канале появится еще одна хорошая игра от wargaming сейчас очень смешно было еще одна хорошая прям просто разорвать может на этом моменте это просто на ваших глазах сейчас родилась шутка просто обалдеть еще одна хорошая игра появится это будет прикольно тем более шутеры я люблю насколько картошка в него сможет надеюсь не настолько же насколько смогла она в калибр поскольку калибр это не шутер и а тактическое что тактическое что калибром они больше не занимаются этой игрой занимается другая компания которая по сути ее и дело что там с ним происходит с этим калибром я без понятия мне не интересно в общем и целом ждем шикарные хорошие игры и еще одну хорошую от wargaming а если нет да ну и мне картошки хватает что касаемо других игр мы уже поняли переходим теперь ко второму пункту первая цель это играть только в классные игры которые будут нравиться мне и вам все вторая моя цель это создание моего аккаунта чтобы он удовлетворял мои и ваши потребности на все сто процентов пока что он этого делать не может конечно для этого существует пресс-аккаунт но он не выдается больше компании wargaming его получить никак нельзя если вы не крупный какой-то там известный блогер по игре в rot of tanks только тогда вы можете его получить чуть ли там не через знакомство с разработчиками только так все через партнерку как я раньше это делал или еще как-нибудь не получается поскольку больше такого нет только если вы там с кем-то знакомы с кем-то у кого-то там и берете у меня никаких знакомых нет да и мне в принципе это не сильно интересно пресс-аккаунт это для меня не интересная вещь это аккаунт на котором ты имеешь все танки играешь по приколу как клоун чисто поугарать никакой серьезности в этом нет ты мне дорожишь бой ты не ценишь просто это не серьезно не интересно я хочу создать свой аккаунт который будет удовлетворять и меня и вас что нам нужно нам нужны все десятки все прям танки в этот новый год скорее всего все десятки на аккаунте будут уже их там очень много большая часть десяток уже стоит в ангаре на аккаунте почти 100 резервов на серебро с бонусами новогоднего ангара новогодние елки как в прошлые новые года в картошке можно было хорошо пофармить серебро надеюсь рандом в новый год будет нормальный и я на фармлю столько серебра чтобы выкупить все что можно выкупить чтобы у меня все стояло в картошке нам ангаре просто полностью что просто битком чтоб все было любой танк который вы закажете просто покатать стрим 3 отметки вам будет интересно какой-то танк покатать я любой танк смогу покатать вот просто абсолютно все что вам и мне будет интересно в этой игре я смогу реализовать показать на стриме в видосе гайды обзоры все просто абсолютно все и это будет не на пресс-аккаунте поэтому от этого и будет особенный кайф дальше еще прям танки там по сути основные прям танки все есть конченые прям танки проданы их можно выкупить особо желание делать это нет но потихоньку и в принципе их выкупаю и так там такие мусорки отвратительные остались там осталось выкупить только самые лютые кастрюли ржавые которые просто даже смотреть на них не хочется по типу фв4202 надеюсь сейчас кого-то перекривило если вы любитель этого великолепнейшего танка ну и хотелось бы еще заглянуть на 9 уровень потом мы за него возьмемся там есть очень интересные танки которые мне уже хочется конечно покатать показать вам удивитель результатами это будет очень интересно но пока что сначала десятки после этого серебро уже особо некуда будет девать низкий ловел а мне особо не интересуют там им плей скудин уныл пресный не особо интересный иногда очень редко я туда заглядываю но особо желания нет ниже 7 уровня опускаться нет желания поэтому девятки десятки премиумные восьмерки возможно имбовые восьмерки это пока что то куда я сфокусируюсь вот принципе такие дела это вторая такая цель которая в принципе со временем выполнится поскольку резервов на серебро много акций в которой мы сможем пофармить серебро они тоже будут также в моем клане резервы клановые на серебро тоже включаются поэтому фарм серебра будет просто жесткий просто жесткий прям прям по жести будем вывозить вагонами телегами мешками серебро обмажемся им полностью и так третья цель это статистика это средний урон это вн8 это опять стать фиолетовым чего опять фиолетовым ты же и так фиолетовыми вообще крыша поехала в картошке иржан вставай ты опять хочешь быть фиолетовым объясняю на сайте кттс фиксированные планки по вн8 зеленый столько то вн8 бирюзовый столько-то фиолетовый столько-то она зафиксировалась и на месте сидит если ты прибухивать не начал и играть хуже не начал то вн8 у тебя не упадет ниже того чего есть и цвет у тебя хуже не станет поэтому у меня аккаунт на кттс как был фиолетовый так много лет и фиолетовый но он стоял на месте до этого года просто пару лет статистика стояла на месте потому что я не развивался мне не было цели мне было неинтересно я просто по привычке стримил и по привычке играл в картошку но последние полгода все поменялось появилась цель появилось развитие некоторые зрители на стриме заметили что стал играть лучше кто не заметил да похуй я по-прежнему не держу 5000 среднего урона на десятках люди некоторые это делают а я нет но последнее время бывали стримы где у меня была средуха на десятках 5000 даже 5 600 было это было несколько раз и это уже первые шаги превращаемся в какого-то псевдорака мне это интересно это прикольно кайфово в такие моменты получаешь реальное удовольствие от игры чего не было многие годы игра меня душила было неинтересно прям вообще пресная фигня какая-то сейчас хоть иногда хоть пару раз но было реально прикольно это классно и все благодаря тому что мне хотелось чего-то добиться большего я поставил себе цель к ней иду развиваюсь смотрю топ игроков меняю свою игру свои привычки в игре позиции манеру игры на разных танках ресурсы которые я в них вкладываю и как я их использую все пытаюсь менять модернизировать под новый стиль игры это интересно это прикольно это какое-то развитие и поскольку я все равно в игре нахожусь и трачу на нее много времени так почему бы в ней не душить себя а развиваться к чему-то идти а не просто находиться в ней по привычке это моя позиция мне так прикольный я себя ощущаю лучше это классно но еще я заметил что на сайте xvm на который наверное вы вряд ли заходите как и я там тоже можно посмотреть статистику в основе все наверное заходят на кттс или вообще никуда просто играет по привычке и все и на свое развитие возможно многим все равно но статистам задротом и некоторым игрокам называйте себя как там как вам нравится интересно этим заниматься и кому-то это прикольно кому-то да кому-то нет так вот на сайте xvm в отличие от кттс циферка планок на vn8 она двигается вверх она всегда поднимается статистов в игре 0,1 фиолетовых игроков одна десятая такой мизерный процент фиолетовых игроков и на сайте xvm я из этого процента выпал поскольку у меня в n8 стоял на одном месте а эта цифра все время росла и для того чтобы опять там очутиться нужно в n8 поднимать мне там не хватает что-то около 80 чем-то или уже может быть меньше потому что в n8 у меня расти начал почему так происходит потому что аккаунтов с высоким в n8 становится все больше всякие там твинки всякие задроты которым это стало интересно аккаунты с высоким в n8 выталкивают аккаунты с более низким вниз поэтому фиолетовых челиков в игре должно быть 0,1 все кто туда не влазит спускаются вниз и становятся бирюзовыми которых в игре 0,9 0,9 а на сайте кттс все стоит на месте зафиксировано мне мой 80 тысячный аккаунт толкать вверх и бороться со всякими твинками за дротами и так далее очень сложно но можно в n8 то поднимается поднимается значит можно в эту сторону работать последние полгода я за месяц поднимает там 5 в n8 7 в n8 9 в n8 когда как смотря на каком танки я задротил в тот или другой месяц поскольку на душных слабых танках или которые мне неприятно неудобно играть сложно а есть танки которые прям созданы под меня но поскольку я стримлер и стримлю вам разные танки поэтому в разные месяца получаются разные значения но так или иначе я в месяц свой большой аккаунт толкаю вверх плюс минус там на 5 6 в n8 но примерно на то же самое значение в месяц поднимается планка на фиолетовый в n8 то есть мне нужно еще больше в n8 в месяц поднимать для этого нужно стабильнее и чаще держать высокую среду чтобы у меня было не несколько стримов со средуха 5000 плюс на десятках а чтобы их было как можно больше чаще и желательно постоянно в таком случае буду больше в n8 фармить поднимать свой аккаунт вверх и по выталкиваете все твинки оттуда вас 0 1 процента конечно же там не все твинки но их там очень много при этом при всем еще и много подставу всяких которые начали всплывать в последнее время и брать три отметки и набивать в n8 против твинков подставы всего остального не так уж легко с моим огромным аккаунтом но я думаю что это в принципе выполнимая задача я к ней иду и мне это нравится это прикольно а про подставухи я еще отдельно видос как-нибудь сделаю ну и четвертое это то что я хотел делать нарезки смешных прикольных моментов на своем канале но постоянно забывал сохранять эти моменты что потом делать из них видосы на самом деле надо было это делать самого начала но как-то не хватало на это рук постоянно забывал не мог организовать этот процесс чтобы он уже был как-то налажен и все происходило четко отлажено и без перебоев сейчас же во время стрима я пытаюсь запоминать были прикольные моменты или нет чтобы после стрима сразу же сохранить этот кусочек который мне понравился чтобы потом его добавить в нарезку я их складываю в кучку и потом как эта кучка в сумме создает видос на 10 минут я его монтирую и выкладываю на канал первый видос такой вы уже видели такие видосы будут не часто очень редко поскольку я не буду туда резать все подряд что попало не хочу делать эти видосы душниловом каким-то не хочу добавлять туда просто моменты лишь бы делать хронометраж больше будут чисто добавлять прикольные моменты как наберутся так и наберутся я думаю с этим спешить не стоит видос должен быть именно кайфовый с разными интересными моментами мне рекламу туда никакую вставлять не надо поэтому мне спешить некуда главное чтобы видос был кайфовый это самое главное чтобы и вы и я кайфанули от его просмотра ну и время от времени будем обозревать на моем канале какие-нибудь картофельные новости что-то где-то произошло что-то где-то случилось что-то появилось как оно повлияло на игру чё с этим делать как дальше жить в общем все как обычно только гораздо лучше как было раньше когда создавал свой канал у меня была цель мне было интересно было намного веселее надеюсь дальше будет тоже так и вот этот огромный душный отрезок когда мне было душно в игре мы про него забудем и дальше пойдем более позитивно конечно же насколько это возможно мы же с вами все понимаем что картошка позитивной постоянно быть не может но если хоть иногда было прикольно это уже неплохо с вами был варчик играть красиво всем пока а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok